Здравствуйте, с вами компания Амаркетс и Ленчик Максим. Начинаем утренний брифинг. Дефляция спустя 5 лет снова вернулась в Россию в последнюю неделю июля в надежде на хороший урожай овощей и фруктов. Центробанк не спешит улучшать инфляционные прогнозы, но с 26 июля по 1 августа цены снизились на 0,1% впервые сентября 2011 года, сообщил Росстат. До этого ведомство отчитывалось об инфляции в 0,1% три недели подряд. В конце июня глава ЦБР Эльвира Набиулина говорила, что недельная дефляция возможна или в конце августа или в начало осени, но вот мы получили ее сейчас в конце июля. Базовый прогноз Банка России остается прежним и до конца года ожидается дальнейшее замедление годовой инфляции до 5-6%. Данное событие может повлиять на рублевый актив в краткосрочной перспективе, но не так значительно, как следующее событие. Сегодня будет опубликован ежемесячный отчет Центрального банка Англии по инфляции и состоится заседание британского ЦБ по денежно-кредитной политике. Инвесторы в очередной раз ожидают понижение ставки с 0,5% до 0,25% и произойдет выступление Банка Англии Карни, будут опубликованы данные по потребительской инфляции МРФ и также будут обнародованы цифры по заявкам на пособие по безработнице США за прошлую неделю. Что касается рубля, он торговался в основном с незначительными изменениями к доллару на биржевой сессии среды, поскольку положительная динамика нефти перекрывала негативные эффекты от восстановления валют США на глобальных рынках. Также рублю помог вырасти дешевеющий евро. Влияние на котировки в течение дня может оказывать и баланс неспекулятивных покупателей и продавцов валюты в ближайший дивидендный период. До налогового периода еще достаточно далеко. Общий прогноз, однако, остается негативным для российской валюты и достижение уровня 68,00 видится наиболее вероятным сценарием в ближайшие дни. Сигналом к дальнейшему росту доллара станет пробитие сопротивления 67,00, который рубль пытается преодолеть уже всю неделю и несколько дней до этого. И дальнейший уверенный тренд после преодоления уровня 67,00, соответственно, укажет на дальнейшее подорожание доллара и достижение уровня 68,00. Нек, не успев добраться до поддержки 41,00 за баррель, уже начала корректироваться после данных о росте запасов, так как трейдеры начали фиксировать прибыль, что и привело к резкому скачку цен вверх. После публикации данных они, естественно, сначала пошли вниз, но потом начали корректироваться и продолжили коррекцию до конца торгового дня. Бренд к концу торгов взлетел до почти 43 долларов за баррель, но давление на нефтяной рынок остается сильным. Сохраняется до сих пор избыток предложения, неуверенный рост экономики мировой, в том числе США и КНР, которые являются основным спросом на нефть. Все это, естественно, оставляет прогноз медвежим. Также данные о росте добычи в арабских странах и в России, о которых говорилось вчера, они все еще действуют на рынок, и поэтому уровень поддержки, который мы оставляем на отметке 41,00, скорее всего будет пробить в течение торгового дня. Евро теряет позиции в среду, отдав себя на растерзание медведям перед заседанием Банка Англии в четверг, которое будет посвящено кредитно-денежной политике, инфляции и прочим финансовым вещам. В пятницу ожидается релиз Non-Farm Payrolls, который окажет значительное влияние на пару, как это обычно бывает. Согласно последнему PMI-маркет, дела в секторе услуг в еврозоне идут, в общем-то, неплохо. Окончательный PMI еврозоны был пересмотрен в сторону повышения с 52,7 пунктов до 52,9. В Германии этот показатель составил 54,4 против первоначальных 54,6 и превысил июньский 13-месячный минимум. Данные по розничным продажам еврозоны за июнь остались на том же уровне, обозначив определенную стагнацию перед референдумом в Великобритании, то есть данные июньские. Ну и согласно докладу о занятости населения ADP, в июле в частном секторе США прибавилось 179 тысяч новых рабочих мест, что несколько выше ожиданий в 170 тысяч и предыдущего результата в 172 тысячи. Уровни поддержки на торгах четверг у нас на уровне 1.10.95, 1.10.80, а уровни сопротивления на 1.12.10 и 1.12.40. Данные уровни находятся достаточно близко к текущей цене, но и торги, в общем-то, ожидаются достаточно умеренные, волатильность будет на данных по Англии. Так что этот вопрос следует внимательно отслеживать. Интересные новости приходят нам из страны восходящего солнца. Бегство от рисковых активов оказывает поддержку японской иене как валюте фондирования. Во вторник на европейских фондовых площадках в лидерах падения были бумаги банковского сектора. Так, акции Коммерсбанк похудели на 9,19%. Итальянский банк Юникредит только за первые два дня августа потерял 15%, почти 16% своей капитализации. А с мая 2007 года капитализация данного банка, который является ведущим финансовым институтом Италии, сократилась вообще на 95,7%. Стремительное падение котировок сигнализирует о новом банковском кризисе. И в этой связи можно ожидать продолжение бегства капитала из рисковых активов. На американских фондовых площадках индекс страха VX S&P 500 накануне вырос на 7,4%. А в лидерах роста был сектор нециклических товаров, что также сигнализирует о возможном притоке капитала в йену, как валюту фондирования. Естественно, данные обливания делают йену дороже, поэтому в течение торгового дня следует открывать позиции SEL на росте котировок 101,5% или даже на уровне 101,7%, если коррекция туда подойдет. И фиксировать прибыль на отметке 100,5% или вообще 100,3%. Что ж, на этом все. Следующий брифинг будет завтра, его уже проведет Артем Деев. Рад был вести брифинги для вас. Всего доброго. До свидания. Рад был вести брифинг.